Добрый вечер, уважаемые зрители! В эфире программа «Тем временем» я, Александр Архангельский. Говорить мы сегодня будем о фольклоре в сетевую эпоху. Прежде чем мы начнем с моими уважаемыми собеседниками дискуссию, давайте вместе с ними посмотрим сюжет. Социальные революции XX века, урбанизация, смены общественного строя, информационный переворот практически упразднили традиционную народную культуру. В ответ советская пропаганда воздвигла ее симулякры. Медведь, матрешка, кокошник, балалайка, песни из кинофильма «Кубанские казаки» и многочисленные ансамбли песни и пляски, которые не столько возрождали и сохраняли подлинные народные песни и хореографию, сколько создавали жизнерадостные стилизации. Изучением и спасением народной культуры занималась интеллигенция. Филологи, музыковеды, художники, которые ездили по деревням и записывали подлинный фольклор. Собирали по чердакам предметы быта и творчества. Но с наступлением эпохи постмодерна во всем мире возрос интерес ко всему этническому. И это используется в рыночных целях. Ирландский риверденс собирает стотысячные стадионы. Ансамбли туинского горлового пения успешно гастролируют по Европе. Славянские страны тоже начали упаковывать свой фольклор в современную оболочку. Но специалисты считают, что все это имеет к настоящему фольклору не больше отношений, чем советский лубок. А настоящее современное народное творчество теперь живет в интернете, где процветает сетевой фольклор. На массовых городских гуляниях, в студенческой среде, в солдатской, есть и низовой религиозный фольклор, бесчисленные устные предания. Возможно ли сегодня возрождение подлинного народного творчества? Или мы обречены на воспроизведение муляжей народной культуры? Можно ли восстановить фольклорную традицию и нужно ли это делать? Можно ли считать разнообразные формы народного творчества в социальных сетях проявлением постфольклора? Об этом размышляют гости в студии программы «Тем временем». С удовольствием представляю моих собеседников. Андрей Борисович Мороз, филолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Добрый вечер. Добрый вечер. Лена Яковлевна Шмелева, лингвист, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова. Здравствуйте. Сергей Ильич Никлюдов, филолог, профессор РГГУ. Здравствуйте, Сергей Ильич. Мария Семеновна Галина, писатель, лауреат премии Бориса Стругацкого. Мороза Улитка, здравствуйте. Добрый вечер. Александра Сергеевна Архипова, филолог, руководитель исследовательской группы, мониторинг актуального фольклора. Добрый вечер. Ну, если взять нормального, не занимающегося темой специального человека, то для него фольклор – это что-то, что было давно и неправда. Но человек, который соприкасался с современными актуальными исследованиями, понимает, что фольклор продолжает жить просто в тех формах, которые нам непривычны. Не соответствует нашим еще со школьных времен идущим представлениям. В ваших книгах все-таки такие странные образы, которые частью из кино, частью из городского фольклорного пространства. Вы откуда их берете, Мария? Ну, так же, как все, да, во-первых, из трудов уважаемых фольклористов, которые сидят здесь, да. Это, надо сказать, что очень большое подспорье для писателей. Во-вторых, из интернета, да. И, в-третьих, из всяких довольно закрытых тусовок, где, скажем, тусовки толкинистов, да, где существует свой закрытый и недоступный, непосвященный, да, фольклор. Ну, и, собственно говоря, все эти образы – это же архетипы, да. Значит, мы как бы ими пользуемся просто потому, что ими так или иначе пользуется все человечество. Какие конкретно образы вы украли у них? Ну, например, я с большим интересом, да, читала работу Христофоровой по пошибкам заговорам, да, и в северному фольклору. И, в сущности говоря, очень интересные работы, скажем, по соглавцам о их теме и в литературе, и в фольклоре, и в западном, и в украинском, и в северном российском, да. И вот этот образ святого Христофора с пёсей головой, да, интереснейший. То есть мы каждый раз, когда начинаем вдруг это копать, мы вытаскиваем какие-то очень интересные, важные и современные вещи. Сергей Ильич, вы занимаетесь не только фольклором, как описывая его, но и моделями описываете сами модели существования фольклора, причём на протяжении огромного периода времени. Что принципиально изменилось и когда принципиально изменилось? Прежде всего мне хотелось бы с извинениями опровергнуть формулу давно и неправда. Фольклор за вычетом одного-двух жанров вообще это правда. То есть это то, что носителями фольклора принимается как истинная правда. За вычетом сказки, собственно говоря, и, пожалуй, анекдота. Всё остальное, былички, легенды, предания, былины, это всё, это правда. Кое-что было давно, как, скажем, былины или историческая песня, а кое-что происходит сегодня, как встреча моего соседа с домовым или моей соседки с лешим. Это просто сегодня, поэтому это тоже правда. И сегодня, вот так скажем. Второе замечание то, что когда изменилось? Ну, меняется на самом деле, видимо, всё время. Я думаю, что представление о том, что наша прошлая, прошлая традиция чрезвычайно устойчива и неизменно, оно, в общем, такое преувеличенное. Но резкие перемены, видимо, произошли на рубеже 19-20 веков в связи с изменением, социальными изменениями в обществе, с ростом городской культуры, такой специфической городской культуры, и появлением новых технологий для того времени новых. Сейчас то, что происходит сейчас, это, конечно, это появление сетевых технологий, сетевых коммуникаций, сетевой среды. Я не случайно подчёркиваю именно это обстоятельство, именно технологии и коммуникации. Потому что хотелось бы подчеркнуть, что фольклор – это в огромной степени именно технология и коммуникация определённого типа. С этой точки зрения в эту сеть может поступить что угодно и быть там обработанным специальным, специфическим образом. Была коммуникация устная, полностью устная, обрабатывающая первичные впечатления, что угодно, воспоминания и так далее в виде архаического фольклора. У нас была книжная коммуникация, которая работала, работает, и продолжает работать, и мы знаем, как она работает. Взаимодействуя с устной, между прочим, устная испытывает её давление. Ну вот, у нас появилась сетевая коммуникация. И сетевая коммуникация начинает вести себя более похоже на устную коммуникацию, чем на книжную. Главное – это разрушение фиксированного текста, лёгкость изменения фиксированного текста. Получив порцию текстов из интернета, ну, любой, так сказать, электронный набор, вы можете сделать с ним всё, что угодно. Ну и отсюда... Как и положено факлёре. Вот ничего с вашей книжкой уже, Александр, сделать не могу. Книга о языковых играх в современном факлёре. Вы откуда черпаете... Где ваш источник? Понятно, что из ваших исследований вот Мария Гальна берёт эти образы. А вы откуда берёте предмет для исследования? Ну, вообще, как сказать, настоящий факлёрист должен брать диктофон, идти на базар и записывать то, что там говорят. Но сейчас во многом мы живём в той среде, которую мы изучаем. Ну, в частности, это книжка про это. Поэтому я записываю, как говорят мои друзья. Я записываю, что пишут в блогах. Я записываю интервью. Ну и, несомненно, плюс архивы. Были там массовые гуляния брожения в 11-12 годах. Вы в эту толпу пытались затесаться с тем, чтобы послушать, о чём говорят люди? Собственно, присутствующий Андрей Мороз первым сказал, что вот футляристы изучают былины, лапти, вот это всё. Надо не былины и лапти изучать, а надо фиксировать то, что мы сейчас видим. Были по былинам нашего времени, как учили нас в одном литературе. То есть надо не до что бросить то, что было, но надо обращать внимание на тот процесс, в котором мы живём. И поэтому Андрей призвал нас немедленно фиксировать каждый день, каждый час то, что мы видим. И под этим призывом многие учёные вышли на улицы буквально с диктофонами, с блокнотами и фотоаппаратами. И так началось исследование не только социологами, но именно антропологами и футляристами, потому что мы исследуем все формы публичных акций как культурное явление, как культурный тренд. Сама оппозиция современной фольклорной, современной фольклорной крайне условна, как в общем и понятие фольклора. Я тут вот в декабре прошедшего года оказался в экспедиции в одной деревне северно-русской, в которой 50 лет существует некоторый такой народный хор, который сейчас находится в упадке, там всего шесть человек, и руководительница его по совместительству с завершим клубом про какое-то мероприятие несколько лет назад прошедшее сказала, вот только мы одни пели фольклор, а все остальные народные песни пели. Да, вот совершенно понятно, что имелось в виду. Мне нет. Имелось в виду то, что слово фольклор имеет очень жёсткие границы, в рамках которых эти хоры создавались в 30-е, 50-е годы, когда это было всё, так сказать, государством курировалось. Значит, это очень ограниченный набор песен аутентичных, которые переносились на сцену, плюс некоторый набор песен более или менее стилизованных, или даже вовсе не стилизованных, но таких эстрадных. И до сих пор огромное количество деревенских хоров, которые как-то пытаются существовать, поют песни советской эстрады на какую-нибудь деревенскую тему. Вот это всё входит в понятие «народное». Вот для вот этих вот женщин, с которыми я разговаривал, которые в этом смысле несколько более подкованы, это не фольклор. Это народное, да, ну, как-то все поют. Значит, народное. Значит, что такое современный фольклор, который существует сейчас, так любой существует. Да, вот былины не существуют сколько-то, несколько десятилетий назад. Они исчезли, в общем-то. А огромное количество всех остальных жанров, включая сказки даже, которые, в общем, скорее доживают, чем живут, но тем не менее они существуют. А какая-нибудь, не знаю, там, магические формы, там, народная медицина с заговорами, прекрасно цветёт, даже, в общем, отвоёвывает себе некоторые зоны влияния у медицины профессиональной. Что касается современных форм, которые недавно возникли, скажем так, они, естественно, возникают, ну, в общем, приблизительно таким же образом, как возникают и возникали и старые формы. У меня был такой опыт. То есть мне какой-то человек рассказывал историю из моего же романа, да, который он выдал. Он говорит, ну, у нас же вот происходят странные таинственные случаи, да, вот на севере вот случилось же с моим другом, и пересказывает мне историю, которую я написала в своей же книжке. Я говорю, да ладно, это я, ну, как, ну, ошибка вышла, извините, но я точно знаю, значит, вот. То есть оно как-то действительно, по-моему, нету грани очень чёткой между текстом и потом трансформацией последующей жизнью этого текста. То есть тексты порождают какие-то субтексты, какие-то околотексты. Если мы возьмём, скажем, того же Толкина, да, который на фактически таком довольно чудном и смешанном бэкграунде построил вот этот свой мир, то он породил чудовищное количество околотекстов и чудовищное количество фольклора. Да, то есть вокруг него группируется огромный совершенно блок, да. И то же самое касается любого, так сказать, культового текста, ну и, наверное, любого текста, который вообще обращается к этим вещам. Потому что, скажем, дети очень любят страшилки, да, это такой у них способ примирения с вот этим очень малоприятным миром взрослых, да, и там взрослые выступают в этих страшных формах, да, мама обычно людоед, там, папа там ночью, там, отрубает, там, людям ноги продаёт на котлеты, ну, понятно, да. Значит, и они рассказывают только друг другу, да, это такая очень закрытая форма, и она всё время генерируется, генерируется бесконечно. А потом на её основе какие-то фильмы ужасов, да, дети опять же смотрят их, потом они опять же это пересказывают. И это такой как бы незатухающий, получается, процесс. То есть тут нету разницы между таким вот фиксированным словом и словом довольно таким невнятным, да, транслированным. Правильно ли я понимаю, что изменились технологии, больше не изменилось ничего? Ну, изменилось многое. А что? Но на самом деле вот это соотношение как раз действительно не изменилось. Потому что вот ровно то, о чём сейчас говорили коллеги, происходило там и всегда, да. Возьмите, не знаю, там, какие-нибудь сочинения там средневековых авторов. Ну, не знаю, та же повесть о ременных лет. Повесть о Петре и Февроне, кстати, да. Вот там есть всё. Там есть и «Былички» о летающем змее, там есть и сказка о мудрой загадчице, классические фольклорные формы, которые спокойно становятся фрагментами сюжета житийной повести. И наоборот, сколько угодно наоборот, книжный текст входит в фольклор. Вот находится какая-то нотка созвучная, и механизм не вполне понятен. Но вот она находится, и вдруг, значит, это идёт, вот расцветает пышным цветом в устной традиции. Сергеич, я бы скажу, что всё-таки не это изменилось. Вот что кардинально изменилось? Ну, вы знаете, устная технология устного воспроизводства, хранения и передачи текстов, она обязывает ко многому. Текст уходит из книжного бытования в устную традицию. Он немедленно начинает преобразовываться, обминаться этой устной традицией, это, так сказать, потому что устная технология предполагает определённое наполнение. Она не всякое наполнение терпит. Это, так сказать, так. И это наполнение, конечно, находится в некотором согласии с тем, что учёные называют картиной мира. Картина мира очень сильно изменилась. Изменились этические нормы, изменилась мифология. Вот вы сказали о моделях. Видимо, модели действительно довольно общие. Ну, будем и называть их архетипическими. Но наполнение этого, конечно, очень сильно меняется. Меняется жизнь, меняется фольклор. С некоторым запозданием. Вообще фольклор – это всегда спонтанность. Фольклор, в принципе, напрямую не подчиняется диктату и не подчиняется регулированию. Например, религиозная проповедь, религиозный канон. Он будет обязательно преобразован в народные традиции и даст свои фольклорные рефлексы, реакции, тексты. Ну, можно назвать их полуязыческими, можно так и не делать на самом деле. Андрей Борисович. Ну, собственно, в этом на самом деле нет ничего нового. Это действительно вполне естественный механизм взаимопроникновения двух культур. Просто какие-то культуры соприкоснулись недавно и начали друг друга узнавать, относить недавно. Вот как тот же интернет, с интернет-средой и городская среда, внутренняя организация города, большого города. Каждый раз мы сталкиваемся с новыми какими-то формами. Вот вы спрашиваете, собственно говоря, что кроме технологии изменилось? Изменился раку восприятия. Потому что когда в 19 веке записывали сказки Афанасьев или былины, это казалось... Это тексты других. Вот это не наши тексты. Это тексты необразованных, неграмотных людей, еще где-то далеко. Они надо ехать куда-то там на периферию цивилизации, куда-то там на Белое море. И это... Прошу, я не держу, это попутно. А вот Шерген, который подслушивал, обрабатывал, пересказывал, или Пришин, который все-таки наблюдал и рассказывал про то, как это... Они... Дистанция все-таки у них гораздо меньше, чем та, которую вы описываете. Ну, что... Все равно есть. Образованный человек. Да, и это как бы другие. И вот отсюда вот эта вот идея возникает, что фольклор – это тексты других. Я помню, у меня вышла книжка «Онекдоты о Сталине», где по архивным данным устанавливаются анекдоты о Сталине, как их рассказывали. И ко мне подходит ныне покойная профессор уважаемого вуза. Она так стукнет мне по плече и говорит, «Запомните, Саша, наш народ так не шутил». То есть в ее голове не укладывалась картина. Она считала, что фольклор – это вот то, что что-то такое как бы идеологически правильное. И наш народ такие шутки о Сталине создавать не мог. А сейчас изменился ракурс восприятия. Мы по-прежнему знаем, что «Былины сказки» – это фольклор, но мы каждое утро, открывая Фейсбук или Контакт, мы транслируем через себя огромное количество текстов, про которые мы абсолютно не думаем, что это фольклор. Мы говорим, «Яблочко с яблой недалеко падает». Это... Мы не понимаем, что это, как сказать, это паремия, это фольклорная форма. Мы цитируем модные жанры пирожки, попивая кофе в шоколаднице утром. Мы не понимаем, что это фольклорная форма. Мы открываем тот же Фейсбук, и тогда нас всплывают какие-то фотожабы с какие-то прикольные подписи, демотиваторы, реплики, афоризмы, анекдоты. И это вот всё. И это всё в фольклорной жанре. И это всё в фольклорной жанре. И мы в этом поле живём. Школьную программу надо срочно менять. Но внутри нас, мы с этим как бы не согласны. Мы считаем, что фольклор – это вот былины, это там садко, гусли, такое вот прекрасное, высокое. Но на самом деле, вот то, что мы считаем своими текстами, в производство которых мы вкладываемся, мы нажимаем кнопочку «Сделать репост» или «Лайк», или мы пересылаем нашему другу, меняя немножко форму. И тем самым, как бы мы делаем этот текст чуть к насечки не лучше. И мы на самом деле встраиваемся в цепочку… То есть в социальной сети такая завалинка. Да. И мы встраиваемся в цепочку трансмиссий текстов. Я скажу, я вот как раз, ну, Сергей Юрьевич говорил о том, насколько технологии изменили, вот наш подход. Конечно, всё-таки мне кажется, что интернет изменил существенно скорость. То есть, конечно, и раньше те же сюжеты, международные ходили там. Но сейчас просто вот эта глобализация и скорость изменения, скорость передачи. То есть, если и раньше, скажем, анекдот проходил довольно быстро в стране, очень быстро. Я просто уточню, что Елена не только вы написали книжку об анекдотах, но семья Шмелёвых тоже написала книжку об анекдотах. Да. Вот. Но просто сейчас понятно, что сразу этот анекдот читают всё-таки много там, тысяч или миллион человек. И вот как раз Саше сейчас легче смотреть, как этот анекдот идёт. Вот сколько раз его там перепустили, сколько раз его повторили. Кто-то меняет его. Но вот ещё есть одна интересная вещь, мне кажется, в интернете. То, что раньше всё-таки вот в устной традиции текст всегда пересказывался и при пересказе он практически всегда менялся, потому что ты не можешь никогда рассказать чужой текст слово в слово. Ты или хотя бы интонацию поменяешь или какое-то слово забудешь. То сейчас в интернете всё-таки мы очень часто можем копировать. И поэтому, конечно, текст изменяется, но ещё есть такой вариант, что мы просто его буквально копируем. И поэтому тут тоже такая интересная новая ситуация. Ну, например, сейчас недавно Лев Рубинштейн написал в своём блоге шутку. И дальше там 300 человек в комментах написали ему свои измышления о том, что ещё может быть. Кинозал смотрим дома. Сеть гостиниц спим дома. Сеть гостиниц спим дома, следим сами и множество других. В больнице лечимся сами, да? Да, в больнице лечимся сами. Это первый этап. Через два часа... Сейчас я занимаю позицию ретрограда. Попробуем тоже фольклорную игру поиграть. Я ретроград. Я считаю, что только архаические формы фольклора это фольклор, всё остальное это ваши выдумки. Это же просто болтовня, то, что вы примете. Через два часа... Люди написали это в комментах. Через два часа кто-то взял из комментариев это склеил в некоторый текст. Все вот эти варианты придуманы. И запустил как единый текст, как такой реестр. Что на самом деле полностью повторяет форму политических анематов, которые бытовали в 40-е и 50-е годы, посвященные сталинским реформам. И дальше этот текст уже стал ходить как такой список всех этих вариантов. Дальше, соответственно, следующий, через несколько часов кто-то ещё придумал к нему такое событие в рамку. То есть сделал сюжет из этого. Мы, носители архаического сознания, считаем, что то, что вы рассказываете, это здорово про механизмы, но никуда не годится по результату, потому что через полгода никого волновать этот сюжет не будет. Все забудут вообще про что. А вот мы, носители архаического сознания, создаём такой фольклор, который из поколения в поколение можно передавать, потому что там про вечное, а это всё про суету. Про вечное. А вот я в некоторую ясность постараюсь внести в это. Ну, во-первых, вот в первые дни творения Господь Бог не обозначил, что такое фольклор. Он не назвал вот вещи фольклором, поэтому на самом деле это некоторая, так сказать, такая вот деятельность последующая человека, субъективная и несовершенная. Есть такая фраза, фольклор – это то, чем занимаются фольклористы. При своей вот такой иронической интонации она в сущности правильная. И здесь надо сделать одно разделение по всей видимости. Есть вот то, что, как вы говорите, с ретроградной позиции, на самом деле позиция абсолютно такая естественная, классическая и очень устойчивая, про то, что существует архаический и классический фольклор, всё остальное от лукавого. Не то, чтобы отрицается существование этого, но, во всяком случае, этого сюда относить не надо. Оставим это. Мы можем этому дать другое название. Всё то, что может исследоваться методами, наработанными за 200 лет фольклористикой, может быть отнесено к фольклору. И туда могут быть отнесены то, что можно назвать текстами современной улицы и текстами современного интернета, для которых нету отдельного родового обозначения. Это вот такая форма культуры, для интернета она вообще не придумана, а для текстов улицы её просто забыли придумать, как бы скажем. Ну вот мы, в своё время я предложил называть постфольклором. Ну, вроде, пусть будет постфольклор, или ещё как-нибудь там назовём. Но главным образом, то, что мы можем, понимаете, мы не можем изучать, переносить литературоведческие проблемы на фольклорный материал и фольклористические, так сказать, аспекты на изучение каких-то отдельных аспектов изучения индивидуального творчества. Это просто невозможно. А то, что проницаемо для фольклористического инструмента, мы условно причисляем к фольклору с большим или меньшим основанием. Вы про предметную область. Я понимаю и принимаю полностью. Но я спрашиваю вас, вот старый фольклор, тот, который мы в школе проходили, он про важное, прекрасное, ужасное, но масштабное. А то, о чём вы рассказываете, это всё и минутное, и в никуда. Неправда. И при этом его огромное количество. Например, почему в 37-м году было такое количество анекдотов о Сталине? Их было просто невероятное количество. Казалось бы, вот пик репрессий, там, 34-37, пик репрессий. За это сажают, вагоны, наполненные анекдотчиками, уходят в лагеря, и при этом всё равно их очень много. Даже по остаткам дневников и писем просто видно, что люди всё равно записывали. Почему? Мне кажется, что всё равно это невозможно, это бытование форм, бытование культуры. И я совершенно не согласна, что сейчас ничего такого вечного и нетленного не создаётся. Я, во-первых, ну, фольклористы это знают лучше, но наверняка огромное количество фольклора было, как сейчас бы мы тоже сказали, там, поверхностным, неприличным, шуточным. Нет, я не против неприличных. Вот, нет. Шуточные, это одна из форм культуры. Я имею в виду совершенно глубокая. Ну, я имею в виду совершенно неглубоким. Ну, почему? Что вот все частушки прямо были такие глубокие, вечные. Ну, как минимум яркие и запоминающиеся. Просто мы знаем некоторое количество осталось ярких. Но вот те же пирожки, современная такая интернетовская форма таких стишков, среди них, по-моему, есть те, что могут войти в нетленку. Вы подготовились, я видел. Я подготовилась, чтобы еще приличные выбрать. Легко за месяц успевают, сегодня это очень актуально, три летних месяца пройти, а за один с три зимних с большим трудом и не всегда. Или, например, нет шоколада, шоколада, давно нет мяса в колбасе, становится чуть-чуть тревожно, а вдруг и в людях нет людей. Вполне себе нет ленты. Похоже слишком на остера. Ну, нет. На авторское творчество. Нет, это не авторское. Ну, то есть это авторское. Кто-то это, несомненно, сочиняет. Я бы добавила, что то, что нам кажется сиюминутным, в частности, политические анекдоты, они на самом деле воспроизводятся из поколения в поколение. То есть одна и та же схема, она работала и при Сталине, и при Брежневе, и при нынешней власти. И при Годомнике. И будет работать, я боюсь, что, к сожалению, и после. Правда, в одни эпохи анекдоты почему-то живут, а в другие почему-то затухают. Ну, они затухают, видимо, тогда, когда они не нужны. Но как только эта схема становится опять нужна, она возвращается, меняются только фамилии, властей, которым эти анекдоты как бы апеллируют. То есть на самом деле нам кажется, что это сиюминутные какие-то материалы. Оно всё делается по одной и той же какой-то глубинной схеме. Эта схема раз за разом воспроизводится. Значит, есть одна очень интересная форма фольклора, постфольклора, которую, мне кажется, не упомянули, это сетевые боты. Вот у нас есть некие, в общем-то, ангажированные сетевые высказывания, которые идут комментариями ко всяким политическим событиям. И они сделаны на уровне, они всё время транслируются одни и те же, одни и те же блоки, одни и те же блоки раз за разом, на уровне абсолютно архаического сознания. И вот это вот архаическое сознание, оно воспроизводится в очень современной, вот этой форме как бы такой политической агитации. Вот, по-моему, ещё никто сетевыми ботами у нас не занимался, уже, мне кажется, пора. То есть люди же не меняются. И способы, так сказать, выражения каких-то болезненных и острых вещей, они не меняются тоже. И именно поэтому эта форма передаётся из поколения в поколение. Раз передаётся, раз она отчуждается от авторства, значит, это уже фольклор какой-то степен. Мифологическое уходит, остаётся социальное. Ну, как сказать, мифология, вокруг нас мифология таким пышным цветом. Собственно, вся сетевая вот эта бота, это всё мифология. Это абсолютно мифологическое. Ну, что мы знаем о биографии Сталина? Что он был низкого роста, покрытый оспинами, у него был шестой палец то ли на руке, то ли на ноге. Это неправда. Здесь не был покрыт оспинами. Был покрыт оспинами, но не был низкого роста, был среднего. И это известно с протоколом вскрытия. И пальца у него шестого не было. Из-за этого его не бил отец. Шестой палец он больше подходил бы для книг Марии Галиной с её городскими чудищами. Ну, вот, например, это очень популярная такая теория о том, что вот на самом деле он был таким уродцем, скрывающим недостатки. И там даже из-за этого заточал в Кремль сапожника, который тайно ему точил сапоги, чтобы было удобно носить шестым пальцем на ноге, а также убивал. Почему были репрессии? Потому что он убивал всех, кто узнал прошедший палец. Очень удобная модель объяснения, почему была репрессия. Понимаете, в чём смысл существования фольклора? Потому что фольклор не юмористический, а именно мифология. Он даёт нам возможности очень просто и элегантно истолковать происходящее событие. Почему Сталин умер в 1953 году и почему освободили немедленно врачей? Потому что на самом деле, согласно популярности в то время мифологической теории, это против него восстал Каганович. Он обиделся на репрессии на еврейский народ и против него восстал и отправил отравить Сталина свою сестру-еврейку за одно, которая была тайна в обнице Сталина. А Жуков, на самом деле, в процессе отравления Сталина её пристрелил. Этим и связано, этим объясняется причина отстранения Жукова. Всё очень логично. То есть одна мифологическая версия объясняет сразу всё непонятное в советской политике. То есть фольклор нужен, чтобы объяснять, зачем вот так всё это происходит. Вот что объясняет современный фольклор? Ну, я ещё просто тоже хочу рассказать байку, раз уж мы говорим о фольклоре, и сказать, что фольклор объясняет просто всё. Я была с внуками в поликлинике, и там сидело в очереди много мамаш с детьми, и, значит, кто-то из детей, там они играли в машинки, что-то отнял там у другого. И одна из мамаш сказала, жадина говядина, а я, уже читая работы фольклористов и прочее, сказала, и как дальше? Вот как вы дальше скажете? Турецкий барабан. Ага. Так, и что, и все скажут турецкий барабан? А вот неправда. На самом деле... У меня два варианта. Вот. Про шоколадину ещё. Так, значит, на самом деле, вот там все сказали, солёный огурец, но полуваляется, никто его не ест. Сказали шесть из семи мамаш. И что я про себя подумала, понаехали, потому что в Москве всегда говорили турецкий барабан, вот, а шоколадина вроде бы питерский вариант. Я не занимался географией этого, но как носитель могу сказать, и у меня, конечно, огурец вылетел из головы, совершенно несправедливо, но вот я как носитель москвич по рождению могу сказать, что в моём детстве было два варианта. И про барабан, и про огурец. Вот в моём детстве был только турецкий барабан. Без продолжения всё валяется. И что вам турецкий барабан объяснили? Вот. Не знаю, что, но он, по крайней мере, даже вот по таким детским стишкам очень интересно. Можно и потом я спросила. На самом деле, я спросила, поскольку мы сидели долго, и действительно оказалось, что вот они приехали из разных городов уже давно в Москве, но вот из самых разных городов России. Эники-беники ели вареники. Да. Все знают, эники-беники ели вареники. Ну, казалось бы, вот такая бессмысленная детская считалка вполне жива до сих пор. В моём детстве она была популярна и раньше. Один лингвист, орёл, докопался до её истории. Это магическое заклинание ланхнетов XI века. Считалки всегда магическое, должно быть, потому что игра на вывывание. Немецкое заклинание, которое использовалось наёмниками при игре в кости. Детские дети ближе к тайне. Поэтому там всякая игра всё равно связана с этим мифологическим представлением. А вот то, что вы читаете, это очень остроумно, это блестяще, но продолжает занимать свою архаическую позицию. У меня в связи с этим вопрос. А традиционные формы бытования фольклёра, они действительно везде вымирают, повсеместно, по всему, по всей территории Земли? Или всё-таки какие-то есть очаги, где они живут? Нет, есть некоторые заповедники, кое-где это поддерживается искусственно, где это удаётся поддержать. Понимаете, фольклёр не отрывен от образа жизни, быта и, так сказать, бытовой культуры, системы верований, представлений и так далее. В той мере, в какой это будет меняться, в той мере будет меняться и фольклёр. Вы знаете, вот мой опыт такой центрально-азиатский из экспедиции, там вот мне, например, там объяснили, вот мы перестали записывать сказки. В 70-е годы мы их записывали, а сейчас не записываем. И одна монголка мне сказала, ровным счётом перестали рассказывать сказки, когда в юрту пришёл телевизор. Юрта ведь, она вот это такое переносное жилище стоит, оно в чистом поле, в чистой степи, и проблема главная, как питать телевизор. Появились портативные солнечные батареи. Сейчас нормальный вид, эта юрта рядом маленькая солнечная батарея стоит. Её хватает на то, чтобы кормить телевизор. И вместо того, чтобы надоедающим детям рассказывать сказку, их суют к телевизору. Всё, сказки кончились. Изменился быт, изменился уклад, и ушли сказки. Видимо, в этом виде фольклор, видимо, обречён. Вот традиционный, там и так далее. Как коммуникация, коммуникация, как технология, он, видимо, вечен. Он наполнится другим содержанием. Но вопрос, главным образом, в том, что мы смотрим на это очень так драматично, а на самом деле такого рода перемены уже происходили. Понимаете, опять-таки, если обратиться к той же Монголии, о которой я говорил, когда монголы приняли, значит, буддизм, ну, второе пришествие буддизма, конец 16-17 век, фольклор, верование, религия, всё было перелопачено абсолютно. Сейчас эти формы, которые, так сказать, вот эти вот буддистского, так скажем, ломоистического, буддизированного фольклора, воспринимаются как классические, устойчивые, да, они такими стали, действительно. Что пройдёт, то будет мило. Ну, да, нет, они, так сказать, и там происходит, когда там пришла народная Монголия, там боролись с этим, произошла новая перетряска там и так далее. Это, ну, так устроено. Ну, и потом, к сожалению, мы вступили в эпоху, когда опять возвращаются локальные войны, во время локальных войн начинает перезарождаться военный фольклор. А уж там мифологический, там вопрос жизни и смерти, там не до шуточек, мифологическое сознание со всей силой начинает. Лучше бы, конечно, нет, но думаю, что да. Я думаю, что даже, собственно, вот то, о чем Саша говорил, вообще все наши представления и история, скажем, об истории, это же, в общем, такой тоже набор мифов по многому фольклору. Поскольку, я так понимаю, что нас времени немного, я теперь, вот, есть еще одна такая форма сетевого фольклора, это такие полупирожки, называются экспромты. И вот один, мне кажется, всем надо взять на вооружение. Поскольку времени немного, я вкратце матом объясню. Ну, действительно же, короче. Ну, самый традиционный способ объяснения. Вот, например, вы говорите, что вот, ну ладно, эмористические жанры, это все понятно, а вот что такое вот в быту? Где мы это все используем в быту? Пожалуйста. Возникло безумное количество разных практик, направленных на прирост личного достатка. Многие носят имитацию, имитацию долларов в кошельке. И многие города сейчас зарабатывают на такой маленький туристический бизнес. Продают там кошельковые мыши, которые надо держать в кошельке, чтобы там заводились деньги. Или еще что-нибудь. Возникает импорт таких как бы восточных предметов, типа, что-то я так буду, когда-то там потереть, или что-то с ними такое делать. Но к этому добавляются, люди как бы хотят все время умножить сущности. Ну, ладно, взять лягушку китайскую, поставить ее в правильном углу, но можно еще найти в сборнике Надежды Степановой заговор, который выходит там тысячными тиражами, и прочитать заговор, чтобы денег больше вводилось. Они говорят, деньги-деньги иди ко мне, когда они выходят из дома. Они всегда раскидывают по углам мелочь, уходя на какое-то время из квартиры. Это все вот те практики, которые, ну, по крайней мере, актуализовались с новой силой. Вот возникают, как сейчас вот Саша сказала, такие синтетические формы. Тут китайская лягушка, здесь заговоры там откуда-то взятые и так далее. Главное, чтобы работало. Все магические практики, они чрезвычайно прагматичны. Если работает, то и слава богу, какой она национальной или какой культурной принадлежности, это право не играет роли. Даже вот какой-то особый, знаете ли, такой вот подозрения в такой особой магическом воздействии у каких-то особо экзотических, особо удаленных форм. И это тоже не сегодня придумано и не только сейчас, так сказать, происходит. Это происходило, судя по всему, такое бывало и раньше. Чужой колдун сильный колдун, там вот, скажем, например, такое рассуждение. Восстановление, ну, якобы восстановление, на самом деле, обращение к любому источнику, в том числе к научным записям. Ну, мы, например, там в Бурятии, скажем, например, смотрели новый шаманизм, там, где он вот, как бы там восстановлен. И шаману, откуда ему текст-то взять? Он берет их из научных записей, но дело в том, что... Не только Мария Галин. Да, 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 он берет их из научных записей и прямо чешет, так сказать, так вот-вот. Но единственное, что, как только эта запись, которую он прочитал, перешла в режим устного бытования, она начинает жить по правилам устного бытования, она становится все равно фольклором. Но, понимаете, здесь надо иметь в виду то, что воздействие, такое вторичное воздействие книги, оно было всегда, то есть, там, где была книга, естественно. И, скажем, например, там вот есть такой замечательный знаток русской Былины, такой Новиков, живущий в Вильнюсе, который, значит, это самое, который показал, доказал, то, что огромное количество вот наших классических, блин, они восходят книжки. Сейчас же существует масса народных акафистов, придуманных вот неизвестно кем, неизвестно кому, там, Сталина, Грозного, Житий, икон, которые рисуют тоже сами люди, где-то вывешивают. Даже такие, в общем-то, строгие формы, казалось, что такие вот правильные. И внутри них тоже живет фольклорная составляющая. Например, вот две очень такие характерные истории. Один уважаемый фольклорист в 90-е годы для денег написал книжку с заговорами. Вот, чтобы как бы подавать на вокзале возле электричек, чтобы заговоры для практических использований, как соник. Написал и забыл. Спустя несколько лет он поехал в экспедицию, и бабушка начала ему толкать такой длинный заговор, такой просто архаический-архаический. И сердце фольклориста возрадовало и возликовало. Он сказал, бабушка, скажи же, откуда ты это знаешь? От своей матушки? Или есть заветная книжечка рукописная? Она говорит, милок, конечно же, есть заветная книжечка. И вынимает эту книжечку, завернутую из иконы, и она разворачивает, а там на самом деле лежит самая книжка, изданная им несколько лет назад. В следующий раз это будет книга Марии Галиной, которая уже пересказана. Вот, пожалуйста. То есть это вернулось обратно, и бабушка вполне протранслировала. Спасибо. Люди одни и те же, как бы у нас нету других людей, с другим мышлением, с другим сознанием. И они все время воспроизводят одни и те же формы. Вот это вот язычество, древнее, древнее язычество в свое время тоже когда-то выдумали люди, когда оно было совершенно новым, революционным по сравнению с какой-то, да, магическими практиками палеолита. И если его кто-то выдумал еще раз как неоязычество, это просто тот же самый процесс, да, который просто повторился еще раз. И, собственно говоря, у нас нету другого фольклора, потому что нет других людей, другого сознания. И мы каждый раз выдумываем, изобретаем одно и то же. Оно может чуть-чуть варьировать, но именно поэтому оно выживает, да, поэтому он сохраняется. Спасибо большое. Только архаическое время бесконечно наше. Вполне себе время модерна, оно имеет жесткие границы. И просто хочу напомнить одну простую формулу. Традиция – это бывшая новация. Мы сегодня присутствуем при тех новациях, которые не только воспроизводят традицию, но и формируют ее, то, что нам сегодня кажется смешным, ничтожным, мелким, потому что это то, к чему мы привыкли, это то, из чего строится наша бытовая жизнь. Завтра уплотнится, сохранится, и наши потомки будут думать, что это и есть архаический фольдер. Спасибо вам большое за то, что вы занимаетесь этим, и за то, что так ясно нам разъясняете, как устроен мир фольдера. Спасибо. Со зрителями в «Изпенделье» на канале «Культура». Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok